Всем доброго дня! И сегодня будет следующая лекция по созданию элемента библиотеки и целиком полноценного нормального компонента. В прошлый раз мы с вами рассмотрели стандарты, для чего они нужны, как ими пользоваться вообще в принципе, и сегодня, соответственно, будем уже делать полноценный компонент, чтобы уже на его основе делать схему, плату и весь проект. Итак, поехали! Мы начнем, наверное, с самого простого компонента, который у нас есть, это резистор. После резистора мы рассмотрим с вами компонент посложнее. Нажимаем на нужную нам папочку, правой кнопкой мыши, и на «Создать компонент». У нас открывается окно для создания ОГО, но, как мы можем заметить, это у нас нифига не резистор, написано какое-то непонятное А, а «А» — это у нас устройство. Соответственно, выбираем здесь резистор, можно поиском, можно просто колесиком, и прописываем ему какое-нибудь значение, не знаю, там 42-42, пусть будет. 42-42-R. 42-42-R. Рисуем его обозначение. У нас будет такой прямоугольничек. Дополнительно можно добавить производителя, описание поставщика и так далее. Соответственно, после этого мы обозначаем, что у него у нас два контактика. Вот кнопочка «Плюс создать контакт» — 1, 2, и размещаем эти контакты на схеме. Правой кнопочкой мыши — «Разместить». Как вы видите, контакты не размещаются нигде, кроме как на синей границе. Синяя граница — это граница самого элемента у нас. Соответственно, контакт должен примыкать к этой границе. Первое разместили. Второе разместили. Прекрасно, замечательно. Затем, в идеале, мы должны подровнять границы под элемент, потому что от них зависит, какого у нас размера элемента. Если мы оставим их сильно большими, то вокруг него будет много большого пространства, и это на самом деле на схеме не нужно. Нам нужно, чтобы он только лишь не пересекался со всеми остальными. Подвинем все, как нам надо. Это у нас контейнер атрибута. То есть это место, где прописываются какие-то значения резистора. Чаще всего это номинал. Но на самом деле не обязательно. Можно прописать артикул и все остальные параметры, которые нам нужны. Точность, например, или, не знаю, рассеивание мощности. Соответственно, выводы мы показали, резистор мы нарисовали, какие вы большие молодцы. После этого нам надо смоделировать посадочные места. Создать посадочные места можно вручную, но рисовать вручную я их не хочу. Можно выбрать из библиотеки, можно выбрать мастером посадочного места. Давайте сейчас мы выберем из библиотеки и найдем то посадочное место, которое нас устраивает. Вот это вполне устраивает. Это тоже. Это нет. Это нет. Сейчас найдем что-нибудь красивое. Вот, 0402. Отлично. И у нас образовалось с вами посадочное место. Соответственно, мы должны показать, что у нас контактам, которые были на схеме, соответствуют соответствующие контакты на посадочных местах. Для этого переходим во вкладочку «Сопоставление» и видим, что первому контакту соответствует первый контакт, второму – второй. Видите, они взаимно подсвечиваются. Все то же самое у нас отражено в таблице, что первому контакту соответствует первый, второму контакту соответствует второй. дополнительно мы можем составить несколько вариантов посадочного места выбрать несколько вариаций то есть у нас есть маленький резистор но нужно маленькое посадочное место есть будет большой резистор нужно будет большое посадочное место и дальше перейти в моделирование и приписать space модель для этого резистора но этим мы сегодня заниматься с вами не будем хорошо Хорошо. Дополнительно здесь можно задать метку вывода, если мы хотим, чтобы у нас на выводе была какая-то метка группа и тип этого вывода. Если мы перейдем обратно в посадочные места, здесь все то же самое. И можно также прописать тип вывода, но это мы сделаем уже на следующей микросхеме, которую мы будем моделировать. И что я хотела еще рассказать про, конечно же, про радиодетали. Мы можем создать для каждого компонента некоторое количество радиодеталей. Что такое радиодетали? Это, грубо говоря, вариации нужного нам компонента. Создать их можно как вручную, вот кнопочкой плюсиком, а можно плюсиком создать, добавить элемент. Тогда у нас создается какой-то еще один резистор, и параметры к нему мы прописываем вручную. Если здесь у нас номинал, например, 100, то здесь будет 110. У нас получилось 2 вариации резистора с номиналом 110. Также можно прописать точность и все остальное. Либо мы можем создать их с помощью мастера. Вот эта вот кнопочка создания радиодеталей по шаблону. Задаем все необходимые нам параметры. Вот точность, мощность, диапазон значений, ряд значений и добавить. Вот у нас добавилось 169 компонентов. Окей, закрыть. И вот они все у нас появились. Причем с указанной точностью, с указанным номиналом. Все вариации. Это очень удобно, чтобы у нас не было огромное количество компонентов. Вот здесь. И мы могли их заменять один на другой, грубо говоря, просто по номиналу. Также, если у вас есть какие-нибудь файлы с теми же резисторами, конденсаторами или любыми другими сборками, вы экспортируете эти файлы. И можно их использовать. Также у нас в проекте они спокойно экспортируются и используются в дальнейшем. Также дополнительно вы можете добавить файлы к любому элементу, который вам нужен. В файлах чаще всего хранятся даташиты. Сейчас мы посмотрим, как это работает на примере великолепного 555 таймера. Давайте зайдем в... Хочу в микросхемы создать компонент. Выбираем микросхему. Пишем, что это какой-нибудь 555. И описание 555. Пусть будет так. Даташит выглядит следующим образом. И здесь уже начинается веселье. Во-первых, у нас есть две конфигурации пинов, которые мы можем использовать. Если у нас всего 8 пинов, и если у нас их 19, и нам надо как-нибудь расположить пины в таком корпусе. Соответственно, во-первых, мы должны все-таки задать УГО. УГО у 555 тоже может быть разное. Например, смотрим. Здесь у нас питание сверху, земля снизу, справа аут, слева там все остальное. Вот, а это уже другая конфигурация. Но как бы разницы на самом-то деле нет. Выводы просто находятся с разных других краев, и вы делаете все, что хотите. Давайте пропишем две разных вариации УГО. Одна вот эта, а одна вот эта. Для начала нам нужен прямоугольничек с одним выводом. Первый вывод снизу, второй вывод слева, а дальше посмотрим. Рисуем. Окей, хорошо. Контакты. Первый вывод снизу, второй вывод слева, третий справа, четвертый слева сверху. Пятый слева, шестой над двойкой. Слева где? Пятый слева сверху. А вот шестой над двойкой. И остался седьмой, восьмой. Отлично. У нас с вами появились все необходимые нам выводы. Далее мы можем приписать метку этого вывода. Это, по-моему, был ГНД. Так, второй у нас триггер. Третий, я воспользуюсь наглым вторым монитором. Третий у нас out. Четвертый reset. Пятый у нас count. Шестой трес. Через H. Седьмой. И восьмой в ОЦЦ. Отлично. И мы сразу можем сказать, что в ОЦЦ у нас, например, это питание, ГНД, питание, аут – это выход, ну и все остальные давайте ставим, как все остальные, не сильно важно. Соответственно, двигаем обозначение вот здесь сверху, а снизу мы хотим, например, добавить артикул. Пусть у нас будет артикул данного элемента. Назначение, кстати, можно прописать дополнительно у выводов, но необязательные примечания, это если вам необходимо. Соответственно, создаем посадочные места. Хотим создать посадочное место с помощью мастера. На самом деле, удобнее всего, наверное, выбрать из библиотеки, но мы этого, конечно же, делать не будем. Выбираем интересующий нас дип, мне нравится. Еще похоже было больше всего на дип. Да, давайте возьмем дип. И смотрите, здесь в данном случае у нас 28 ножек, но нам нужно только 8, потому что у нас используется только 8. Вот, а он у нас уменьшился до нужного размера. И на самом деле мы можем посмотреть в даташитах, какие у него значения. Ну, давайте примерно 12, если не ошибаюсь. Да, мы вроде влезаем. И у нас получается вот такого рода корпус. Первая ножка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Пятая, шестая, седьмая, восьмая. Даже распиновка отлично. И у нас даже есть 3D-вид этой микросхемки. Выглядеть она будет вот так. Далее. Да, допустим, все стандартное. Да, сделаем автогенерацию имен. Готово. И мы с вами получаем вот такие вот посадочные места. Переходим в сопоставление. И здесь у нас уже сразу все правильно отмечено. Вот у нас первый контакт. Вот у нас первый контакт. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Если мы с вами посмотрим дата-шит, а мы его с вами посмотрим. Здесь идет то же самое. Слева идет у нас 1, 2, 3, 4, а потом 5, 6, 7, 8. Все то же самое, все тоже сходится. Очень классно, очень удобно. Отлично. Хорошо. Но мы знаем, что у нас же, мы же с вами посмотрели, у нас помимо ясно, и у нас помимо одной вариации уго, которую мы уже нарисовали, есть вторая вариация уго. Вот она у нас. Очень странная, очень непонятная. Давайте ее нарисуем, как вариацию альтернативного уго. Переходим во вкладочку уго, и у нас здесь есть текущее представление, только по умолчанию. Добавляем еще одно, оно будет называться альтернативное, и рисуем его. У нас уже обозначены все нужные нам выводы, вот здесь внизу. Соответственно, нам осталось их только разместить. Этот у нас снизу, второй у нас где? Слева сверху, третий. Справа сверху. Видите, уже все метки выводов у нас подписаны. Четвертый сверху, пятый слева, шестой справа, седьмой вот здесь и восьмой сверху. Вот таким образом у нас выглядит альтернативное представление нашего с вами компонента. Давайте мы вот сюда разместим, чтобы она у нас не путалась с выводами. И контейнер атрибута разместим вниз. В него опять же мы хотим поместить артикул. Отлично, хорошо, мы с вами получили альтернативное представление ОГО. Опять же мы можем сделать для него посадочные места и добавить еще одно посадочное место. Вот, я хочу создать с помощью мастера. Отлично. И мы видели с вами, что у нас есть вариация вот такого посадочного места. сейчас мы посмотрим, как ему назначать выходы. Переходим обратно и ищем примерно такое посадочное место. Вот, переходим дальше. у нас должно быть 19 ног наборов пинс 19 А, или это с каждой стороны 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 грубо говоря, по 20 Вроде сходится, но все равно немножко многовато. Давайте посмотрим, что у нас здесь с плотностью монтажа низкая, средняя и высокая. Здесь тоже можно немножечко нивелировать ножки. Мне вот нравится высокая плотность монтажа, потому что у нас ножки друг друга отходят немного подольше. Вот, теперь это выглядит почти идеально. Далее вот так будет выглядеть корпус, вот так он будет выглядеть в 3D. Далее готово. Вот у нас образовались с вами пины. Их, правда, чуть больше, чем должно быть, но не суть важна. И здесь их достаточно много в контактах. Если мы переходим в сопоставление, то нам нужно сопоставление не с этим элементом, а со вторым элементом. Этот мы удаляем. И вот здесь уже переходим в сопоставление со всеми остальными ножками. И, как видите, они у нас прописаны только с первой по пятую. Окей. Но в нашем случае у нас сопоставление идет немножко по-другому. Смотрите. Видите, первая в ИССИ, вторая... Первая у нас не обозначена, НС это не обозначено. И, соответственно, далее уже по номерам. Соответственно, к первому контакту у нас... это ГНД у нас обозначил второй контакт. Вот оно. Вот оно. Третий не является по факту третьим. Так, вторым контактом, контактом триггера у нас является контакт пять. Пять. Здесь пять. Отлично. Далее у нас АУТ. Это у нас седьмой. Седьмой. Ну и, соответственно, через один. Девятый. Одиннадцатый. Сейчас перепроверю. Одиннадцатый это пятый. Пятый у нас каунт. И каунт у нас двенадцатый. Я не угадала. Переходим к двенадцатому. Окей. Значит, будем проверять каждый из них. Четвертый. Ресет. Ресет является десятым. Шестой. Трес. Это у нас я его потеряла. Пятнадцатый. Седьмой. Семнадцатый. И восьмой. Питание в СССР. Двадцатый. Да, контактов все-таки двадцатый. Я немножечко просчиталась. Восьмой убираем. Двадцатый. В таком случае у нас идет абсолютное совпадение по всем контактам. Вот у нас первый, второй, ой, да, второй, шестой, седьмой, четвертый, пятый, восьмой и третий. Вот так вот они у нас выглядят. Соответственно, мы создали второй вариант посадочного места. Но мы еще с вами не закончили. А, нет, альтернативное ОГО. Мы с вами закончили. Здесь все хорошо. Оно у нас будет работать. Все замечательно. Все прекрасно. Но, помимо этого, еще у нас есть вариант, когда мы с вами поворачиваем наш компонент. Во-первых, у нас есть с вами центр компонента. Он обозначен таким перекрестием. И именно вокруг него, ну, во-первых, это будет являться центром компонента. Его можно подвигать. С ним можно повзаимодействовать. Мы будем этот компонент вращать. Вращается компонент буквкой R. Соответственно, давайте его сохраним. Мы его сохранили. Перейдем на какую-нибудь пустую плату. Наверное, вот здесь она пустая. Практически. Откроем схему. Убираем это все. Идем искать наш с вами вариант представления микросхемки. Вот она у нас есть. Размещаем ее. Выглядит она у нас следующим образом. Хорошо. Давайте в артикул запишем 555. В таком случае у нас на схеме должно отображаться 555 при добавлении нашего с вами элемента. Откроем схему. Добавим элемент. И да, у нас отображается 555. Кстати, его можно расположить посередине. Почему? Почему ты не двигаешься? Почему? Короче, я не могу засунуть атрибут в контейнер атрибута, потому что я не могу его нормально схватить. Как тяжело. Хватить. Хватись, Я всего лишь пыталась тебя выровнять. А! Пожалуйста, схватись и засусь в контейнер обратно. Я хочу засунуть тебя в контейнер. Ладно, слева, сверху. Я смирилась. Подвину его вот так, пусть находится так. Все, 555 таймер будет выглядеть так. А что я хотела показать? Я все забыла. Я хотела показать, как он поворачивается. Вот так он поворачивается. Видите, как криво он повернулся? На самом деле, у него вместе с ним, ну, хотя бы переворачиваются у нас атрибуты названия схемки. Но когда у нас идет боковое представление, они у нас, собственно, не поворачиваются. Это все можно прописать. Переходим обратно в схему. С контейнером, который у меня не передвинулся. И выбираем вид. Во-первых, у нас указано, разрешено ли в принципе вращение УГО. А во-вторых, мы можем добавить дополнительные виды. Например, нам нужен вид поворота на 90 градусов. 180 у нас отображается нормально, а вот на 90 нас почему-то не устраивает. И переходим вот здесь в отображение на 90 градусов. Во-первых, у нас поменялись надписи. А во-вторых, мы хотим, чтобы у нас все остальные варианты надписи смотрелись корректно. Вот это было здесь сверху и перевернутое. Например, вот таким образом. И контейнер, соответственно, тоже. Контейнер, двигайся! Вечно. Так все нормально? Вот. Хорошо. Осталось тебя повернуть. Повернись. Ой, я переборщила. Хорошо. Мы повернули контейнер. И теперь у нас представление на 90 градусов будет выглядеть так. Мы можем еще, да, вот сюда наверх, например, перенести. И все будет хорошо. Ctrl-S. И в таком случае у нас... Не работает. А-а-а! Я поняла, почему он не работает. Знаете, почему он не работает? Потому что мы все это делали на альтернативном, но по умолчанию. На альтернативном УГО. Давайте выберем разместить компонент, но с вариантом альтернативного УГО. И при размещении компонента мы выбираем секция «Альтернативная». И у нас уже появляется альтернативное его обозначение. Отлично. Вот мы его разместили. И теперь мы его поворачиваем. И у нас все повернулось корректно. Видите, у нас надписи поменялись местами. Следующий вариант у нас тоже адекватный. А вот последующий поворот уже на 270 градусов будет не совсем корректным. Но при этом основное его рассмотрение, да, будет оптимальным. Вот таким образом мы создали представление УГО-компонента. Альтернативное представление УГО. Причем с поворотом на 90 градусов. Также можно прописать все остальные повороты обозначением выводов и посадочными местами. Кстати, давайте посмотрим, как это будет выглядеть на плате. Заходим в менеджер проекта, компоненты, плата, неразмещенные. И вот они у нас. И вторая вариация. Так как мы указали, что у нас вот эти посадочные места, у нас отображаются данного вида посадочные места. И, соответственно, если мы соединим их на схеме, мы уже будем видеть линии, которые мы должны соединить дорожками. Но это у нас будет уже в следующей серии. Продолжение следует...